После издания книги «Новация философии абсолютного революционизма», в которой довольно сложно было изложено событийной темпоральной антологии, ко мне последовало несколько обращений с разных сторон. Человек пишет, что увидел там форму организации бизнеса. То есть как можно с помощью иерархи-темпоральных систем организовать работу своего отдела. А там следующий человек тоже пишет, что где вы там прочитали? Нет, он мне присылает бумаги, там описано все, то есть вот это процессы, действия, деятельность, результаты, цели, все сугубо по философии. Следующий опять человек, я увидел, что в вашей антологии, в вашей книжке описана тоже возможность автоматизации бизнес-процессов, бизнес-систем. Я говорю, ну что вы, ребята, какое там? Это же философия совершенно, ну, очень далека, не материалистическая, то есть, а очень даже экстравагантная с точки зрения философии. Вот, темпоральные анализы. Нет, вот, смотрите, вот так. Потом еще один человек тоже пишет независимо, что вот, посмотрите, я тоже занимаюсь событиями, пытаюсь что-то сделать, и вот у вас увидел действительно вот событийный подход, так и так, и начали с этими людьми переговариваться, обсуждать, и где-то вот год более-менее интенсивно с руководителем одной из московских айтишных фирм обсуждали, и сейчас это вышло уже на уровень практической разработки, то есть на уровень мира и возможное финансирование. И на днях я приехал из Москвы, там был семинар по новому способу подхода к моделированию бизнес-систем, называемый субъектно-событийный, и делал доклад, рассказывал специалистам, там были студенты высшей школы экономики и профессионалы, которым вот с моим партнером мы рассказывали о возможности этого нового подхода. Ну вообще о чем идет речь? Как только появились какие-то компьютерные системы, стал вопрос о компьютерном моделировании бизнес-процессов, предприятий, организаций, и появились множество различных систем, так называемых нотаций, с помощью которых можно описать деятельность предприятия. То есть можно выделить какие-то блоки, нарисовать какую-то схемку, соответствующую этим блокам, какие-то условные переходы. Ну фактически так просто, вот скажем, берем какой-то ресурс, объект какой-то бизнес, и вот он движется от одного субъекта к другому, к третьему, четвертому, при таких-то условиях, эта схема рисуется, и как бы мы получаем схематическое изображение бизнеса. И таких схем, ну, наверное, с десяток наберется. Есть три таких основных подхода к бизнес-моделированию. Процессный БМП-подход, БМП-нотация, субъектно-ориентированный подход, и событийный подход, и БСИ-нотация. Но у них основной недостаток, то что вот любая схема, построенная по такому принципу, вот как мы видим, предприятия, связи какие-то, структуры наложены, она не описывает полностью предприятия. То есть и приходится отдельно строить функциональную схему, отдельно схему взаимодействия субъектов, отдельно схему движения материальных потоков каких-то. И приходится даже в рамках одной нотации создавать множество схем, и их сложно переписывать. Их, да, их можно моделировать и даже автоматизировать в какой-то степени, но до сих пор полного описания предприятия не реализовано. И вот за что ухватились люди, которые ко мне обращались, это именно к метафоре, который прямо сквозной линией проходит через книгу, это описание отличия механизма от организма. То, что вот иерархия темпоральных систем, событийный подход, он подходит для описания организма. А все схемы, существующие описания бизнеса, они исходят из механистических представлений, то есть из создания какой-то логической схемы. Пусть и процессной, но все равно жестко логической какой-то схемы, которую можно на компьютере смоделировать. И утыкается в проблемы. И когда я обычно начинаю объяснять, почему же все-таки событиями антологии здесь могут помочь, как раз идет аналогия предприятия с организмом, противостоянию механизму. И когда мы говорим, что вот живую клетку, как нам описать? Если мы возьмем, вот всю структуру и опишем, как предприятие, вот скажем, живая клетка – это предприятие. Мы описали все, где положение клеточки каждой молекулы находится, и даже описали, как они друг с другом взаимодействуют, какие структуры. Есть это описание клетки полное? Нет. Это не полное описание клетки. Значит, а события на антологии нам говорят так, что если мы опишем все события клетки, скажем, от момента деления до следующего момента деления, мы получим полное представление, что с этим потоком событий делать ничего не понятно, но, по крайней мере, если мы возьмем этот полный поток событий, то мы будем иметь полное описание клетки. То есть, вполне даже избыточное. Я думаю, что мы будем иметь описание клетки, но другое, которое, кстати, принципиально будет отличаться от механистического. Да. То есть, даже описание может в связь в кавычки, это не есть описание, это не есть модель, это не модель. И, кстати, мы не сможем предсказать на основании описания событий существования клетки, мы не сможем описать ее будущее. Сможем. С какой-то долей вероятности. Вот, я... Я почему говорю, я говорю о том, просто есть в психологии темы, которые занимаются предсказанием поведения людей на основании их предыдущих действий. Так вот, психология говорит, что предсказать невозможно. Так, значит, поясняю здесь. Естественно, что предсказать поведение организма, скажем, темпоральной системы сложной, полностью невозможно, всегда это вероятность. Но в иерархи-темпоральных систем есть представление о результате как системообразующем факторе действия. Вот. То есть можно, анализируя процессы, составляя из событий процессы и соединяя их в системы действия и выявляя результат, планировать и получать будущее состояние. Что невозможно сделать... Конечно, конечно, конечно. Я уже сказал, что это не буду повторять каждый раз. Когда мы берем, при подходе к вечной антологии, когда мы берем вещь, описываем ее полностью, задаем функцию, мы, в принципе, готовы описать все состояния будущего. Скажем так, там вероятность предсказания значительно выше. Выше, да. С увеличением детализованности вероятность предсказания увеличивается. И в идеальном, в идеальном ситуации абсолютно, абсолютно, да. Но с организма это не выходит, и с предприятием это не выходит. Надо, мы немножко отклонились. Значит, и как строится... То есть этот вот подход к организму, событийный подход, решили приложить к предприятию. Что это значит? Значит, что мы должны создать некое описание предприятия, событийное, унифицированное. То есть если мы возьмем каждое действие субъекта предприятия и действия каким-то объектом, и это будет в некотором событии. Он либо его изменяет, либо фиксирует какое-то изменение. Есть еще один принцип, как нам выделить события, которые должны фиксировать. То есть если человек работает напильником долго, то есть это все события, каждое движение это событие. Но оно не важно для предприятия, да. Поэтому мы должны брать события только те, которые являются условием для другого события. Ну уровень масштабности. Ну здесь неопределенно масштабности. То есть если, скажем, Масштабность не смысла количества, а масштабность, 어떻standing влияния. Именно влияние. То есть может и маленькое событие влиять. То есть вот есть еще другой субъект, другой объект, и он выполняет некое событие. И вот если вот это событие является условием для него совершения, значит оно считается как событие. Если не является условием. То есть каждый движок напильником не является условием другого события. Значит, мы не учитываем, мы берем только вот, поступил деталь, я болванку взял, события, потому что это повлияет на мои действия. Я сдал болванку отточенную, это и есть события. Это как бы все тривиально совершенно. Где возникает нетривиальность тут? То есть, если мы проанализируем все события на предприятии, то мы можем сделать, выдвинуть принцип унификации описания. Вопрос, анализ событий, в каком смысле анализ? Как принятие друг на друга, какая степень влияния? Так, нет, я показываю фиксацию, зафиксирование анализа. Мы проанализировали и фиксировали все события. При этом, при этом, что еще важно, при описании события, в него входит субъект, объект и условия. Потому что мы когда выделяем, мы условия. Так вот, условия у события всегда фиксируются, не является ли, для чего это событие условием является, а какие условия нужны. То есть, я вот, скажем, сижу и у меня есть мой объект, но я ничего не делаю, пока не выполнятся условия, другие события, для того, чтобы я начну действовать. На уровне условий. Условия входят в определение события. Вот, если мы имеем полный набор событий на предприятии, в организации, то мы с помощью вот этого массива, этого потока событий, можем описать все на этом предприятии. Постулируется, не постулируется, а принимается. Скажем, у нас есть субъект. Мы берем все события, с которыми связаны с этим субъектом. Мы получаем полную информацию о субъекте. То есть, массив событий, с которым связан этот субъект, это есть полное описание субъекта на данном предприятии. То есть, все, что не входит в эти события, для нас не имеет никакого значения вообще. Потом мы берем любой объект, бизнес-объект, любую болванку. Все события с ней связаны, это есть полное описание этого объекта в данном предприятии. То есть, что бы мы ни взяли, мы получим полное описание через массив событий. Дальше. У нас есть знания какие-то на предприятии. То есть, что такое знание? Это не субъект, не объект. Это что субъект должен совершать какие-то действия, когда он должен что-то сделать. В условиях события у нас записаны знания. То есть, получив поток вот этих событий, мы получаем полное описание субъектов всех задействованных, полное описание объектов и полное описание знаний, необходимых для совершения бизнес-процесса. То есть, идет полная унификация описания предприятия. И еще у нас получается релятивность такого описания. То есть, мы можем выбрать уровень, скажем, рабочего, инженера и бухгалтера. У них с одним и тем же объектом будут разные события. И один и тот же объект для бухгалтера это будет набор цены, там дата поставки, еще чего-то. Для инженера это будет какие-то технологические там его отношения этого объекта с другими объектами. На уровне рабочего этот объект будет выступать в наличии грани, которые он должен обработать. То есть, у нас получается релятивность описания. И в конечном итоге, вот это вот поток поток этих событий, он сам по себе, сам по себе, нам ничего не дает. Ну, максимум, что он нам дает при получении, когда мы можем формализовать предприятие, выделяя этот поток событий, мы можем найти события, которые не имеют условий. Скажем, кто-то что-то делает, а потом оказывается, что ни на что не влияет. Это сразу говорит, ой, извините, что-то у нас здесь... Либо можно заключить, что на одного субъекта слишком много событий, а на другой субъект выполняет одно событие. А вот это событие, оно настолько формально повторяется через каждый промежуток времени, что можно человека заменить программным агентом, роботом сюда поставить. То есть, даже просто анализ событий дает возможность как-то оптимизировать предприятие. А основная цель, конечно, получить вот эти описания предприятия, о которых я говорил раньше, нотации. До сих пор они строятся самостоятельно, одна за другой, то есть на разных уровнях. Одна отображает функциональность предприятия, другой на уровне управления, третий на уровне взаимодействия субъектов. Здесь мы можем все эти нотации получить как проекции. То есть, можем представить, есть универсум события предприятия, если мы выделяем какой-то принцип выделения. Скажем, выделяем некий уровень субъекта и выделяем какие-то объекты. И получаем между ними связи. И получаем некую схему, которую можем сместить по уровню субъекта, сместить по уровню объекта. Получаем нужное количество схем, и самое главное, что все эти схемы завязаны через нижний уровень, через событийный уровень. То есть, можем редуцировать их к нижнему уровню и построить. Ну, самое замечательное в этой... Да, ну и, конечно, благодаря событийному описанию, мы получаем возможность использовать иерархию терпоральных систем, скажем, формально выделять события результата, ну, скажем, допустим, вот такой пример. Точно определить, что такое процесс. Процесс — это поток событий, выполняемых одним субъектом над одним объектом, да. Что такое действие? Действие — это система процессов, которые заканчиваются одним событием, результатом. Скажем, верстальщик верстает страницей за страницей, корректор вычитывает страницей за страницей, ретушер готовит иллюстрации, кто-то сканирует, и все эти потоки процессов, они... Ни один из этих процессов не имеет в качестве своего события, события сдачу макета. Вот. Но все они проходят через эту точку. То есть, скажем так, можно дать определение результата. Если происходит некое событие, после которого все процессы в данном действии теряют смысл, значит, эти процессы были задействованы в этом действии. То есть, после сдачи результаты не корректорные, и ретушерничек, все заканчивается. Но, то есть, и дальнейший процесс из результатов составляет деятельность. То есть, мы описываем предприятие как деятельность, состоящую из результатов. То есть, это все, что я вот рассказывал два года назад, рисовал иерархитемпоральных систем. То есть, сейчас вот на этом уровне можно, вот на этом потоке событий, выделить процессы, действия, деятельность. Определить результаты, определить цели, направления процессов. И еще очень замечательная система, случайно так вырисовалась. Это совместимость вот этого описания событийного с программированием. То есть, мы получаем вот этот поток событий, он сам является программой. Он является и данными, и программой. То есть, я могу пояснить. Значит, вот у нас есть некое условие, есть некий объект, есть некий субъект. Вот это вот есть событие. Субъект выполняет какое-то действие над объектом при каких-то условиях. И вот этих событий у нас огромное множество. Огромное множество вот таких событий. Они беспорядочно могут лежать, они хронально никак не завязаны вообще со временем. Вот. Самое главное здесь вот здесь условие. Условие, значит, может выглядеть так, что вот это событие двадцать пятое, это тридцатое, что значит двадцать пятое событие, плюс, значит, энд тридцатое событие и новое там двадцать седьмое событие. Это вот условие, да? Вот эти данные получаются элементарно либо автоматически парсинг деятельности, если человек работает на компьютере, либо опросом. Ты когда должен вот это сделать? А когда мне Маша там принесет это, Вася принесет это и вот не случится вот это. Дальше, когда мы вот таким способом писали, программирование уже никакого не нужно. То есть что у нас делается? У нас берется программный агент, скажем, программный агент, привязанный к этому событию, и он отслеживает эти условия. Моделирование предприятия. Он сидит и ждет, когда совершатся такие условия. Как совершились условия? Событие выполнилось. Другие события также, все, все, вот весь набор событий сидит и ждет. То есть очень удобно это пояснить, если кто знает, как сложно иногда бывает программировать форму запроса. Ну вот на экране компьютер, монитор, и там формочка запроса какие-то. Ну скажем, банальные, нужно биографические данные внести. И что нужно запрограммировать? Что вот скажем, если я ввел, что мне меньше 18 лет, то формочка семейное положение не должна выводиться. То есть сейчас я это пишу. И выполнение результата вот того прошлого поля выводится или не выводится. Здесь у меня есть поток событий, которые фиксируют данные, которые ты вносишь. И у события семейное положение стоит в условиях, что только когда больше 18. То есть никого программировать нужно. Я получил события, и следующая формочка, она не появится в принципе никогда, если не выполнились условия. То есть само заполнение этих форм, событий, генерирует следующие события. И без всякого программирования. Есть, значит... Можно вопрос? Так вот это описание этих условий, это же есть какой-то этап алгоритмизации или программирования? Да, конечно. Да, конечно. Но это... Без, так сказать, перевода в какой-то машинный код, может быть, в это... Нет, 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 нет. Здесь нет программ. Нет, дело в том, что это... Когда мы пытаемся писать, что такое алгоритм программы, это замкнутая, строго логичная функциональная система. То есть вот мы ее запустили, она работает. И она написана, каждый переходик там написан программистам. Здесь локально фиксируются события. Мне плевать, что какое-то там другое событие. Я зафиксировал только те события, которые являются условием. Это действительно программирование, это действительно как бы алгоритм, но он совмещен с данными. У нас не лежит отдельно данные, отдельно программа, и эта программа загружает эти данные, строит формы и там что-то. А это все в едином массиве. Унифицированное описание, то есть у нас здесь важно именно унифицированное описание, что в формате события сохраняется, есть условия, то есть программа, алгоритм. В формате события данные сохраняются, и в формате события субъект, кто это выполнил. И получаем полное описание и субъекта, и данных, и условия. И условия как знания. Скажем, для того, чтобы формализовать подход ресурсов на вход предприятия, то есть это события связанные внешние какие-то, то мы просто фиксируем, что в момент получения такой-то детали произошли какие-то события. У нее появилась резьба такая-то, у нее появилась... То есть эти вот события фиксируются на начало, как бы внешние события. Они могут приписываться абсолютному субъекту. Ну то есть абсолютный субъект плюс вот этого болтика вот такая-то вот резьба. И дальше эти данные фигурируют именно в виде событий. То есть все описание всего, что только может быть на предприятии случиться, описывается в формате события. И дальше мы просто перетасовываем, моделируем. Что еще интересно, скажем, если мне нужно что-то смоделировать, внести что-то новое в это описание. Ведь раньше программка, очень сложно модернизировать программу. То есть нужно там что-то где-то вклиниться в код, еще что-то. Здесь ты вбрасываешь события туда, и все. Если оно не повлияло ни на что, ничего не повлияло. Если оно повлияло на какое-то другое событие, как условие, оно и повлияло. Если я вижу, что не так, я подкручиваю условия. То есть это локальное управление. Модификация идет очень быстро. Где здесь темпоральность? Самой, как таковой, темпоральности, той, которая описана в темпоральности, именно как распределенная во времени сложность, здесь нет. Здесь нет. Здесь есть событийный подход. Темпоральность появится при анализе этого потока уже работающего. То есть появится возможность, когда у нас будет этот поток работать в модели, то тогда, анализируя его на большом промежутке времени, можно будет выявлять некую структурность, не сводящуюся к пространственной структурности. Но на этом этапе речь идет, ну, как скажем, у организма есть некая сложность, распределенная во времени, мы ее обсуждаем, но когда мы говорим через описание, через событие, то есть она как бы в ней редуцирована. В принципе, здесь можно было вообще... Я в прошлом году выступал тоже на семинарии подобного и пытался людям рассказать про темпоральности. Не поняли. Вот инженеры, занимающиеся разработкой бизнес-систем, не поняли. И после этого я сказал, я об этом не буду говорить вообще ни слова. То есть это подразумевается где-то на заднем плане. В принципе, эту систему можно было придумать инженеру, не обращаясь вообще даже к событиям антологии. Но примечательно здесь, что люди, которые над этим задумались, они вычитали это у меня в книжке. То есть они сами к этому не пришли. То есть как бы навеяло. Впрямую из философии здесь только иерархия компоральных систем. Вот процесс, действия, деятельность. Вот это впрямую. Но и то это здесь не заложено, а это следующий этап уже разработки. Вот такая вот история случилась. Если бы мне кто-нибудь сказал года три-четыре назад, что при написании темпоральности философии абсолютного релятивизма это выльется как какое-то бизнес-приложение и некую структуру управления бизнесом и что-то будет практическое, я бы просто посмеялся, потому что философия вообще никакого отношения к практике не имеет. Ну, как бы здесь она и действительно не имеет. Возвращаясь к нашему предыдущему семинару, это креативная экономика? Ну, где-то, где-то да. То есть если это будет внедрено, то оно и заинтересовало это людей, заинтересовалась одна из крупнейших российских компаний айтишных, и они попытаются с этим что-то сделать. По крайней мере сказали, что вышла статья, статья называется «Субъекты событийных подходов к моделированию бизнес-систем». Вот видео-семинары будет скоро с вопросами уже не философскими, а практическими. То есть там человек разрабатывал бухгалтерские системы, вот он пытал меня, как это, то есть возможно ли описание смены субъекта и объекта. Да, в этой системе возможно, то есть для некоторых, в некотором процессе субъект может описываться как объект. То есть если он ничего не регистрирует, а нужны только его некие формальные характеристики, ну, тут тупо, что человека просто перевозят с места на место, инженера там перевезли, он в данном случае объектом является, а не субъектом. Тут перевозят, перевозят его, он является субъектом. Вот, еще интересно то, что вот релятивность в этой системе, обычно как? Вот если есть документ какой-то, то он есть документ. В базе данных прописано, это документ, объект, но ведь в зависимости от того, куда он попадет, для одного это будет продукт, который он производит, для другого это будет документ. И вот этот событийный подход, он позволяет именно релятивно подойти к этому. В зависимости от того, какой ты субъекта выбираешь, в каком событии он участвует, он может выступать в разной роли. Потом есть такая проблема, скажем, это интересно, я тоже очень много шутит на эту тему те, кто занимается бизнес-проектированием и классификацией различных объектов, бизнес-онтологиями. Вот президент Америки, это роль или человек? В бизнесе всегда стоит вопрос, вот как отделить человека от роли? Роль это тот тот выполняет некую функцию, конкретно он должен закрутить гайку. А есть конкретный Вася, который крутит. И как их это различить? Ну, с Вася-то просто он выполняет роль того, кто крутит гайку. А вот с президентом там сложнее. И событийный подход нам дает возможность различить роль от конкретного человека, от Обама. То есть, если... Там такое же решение в одних ситуациях он человек, в других ситуациях... Так вот, это... Да, а как формально сформулировать? Его нельзя назвать. А как формально сформулировать? А вот в том дело, что в одних ситуациях он человек, а в других связывающего он ром. Так вот, очень легко формально, в событийном подходе это очень легко формально сформулировать. Если некоторое событие, выполненное этим субъектом, влияет, скажем, на поведение его жены, событие, это человек. Если это влияет, условия выполняются, следующее событие, скажем, какое-то в парламенте, это роль. Можно еще добавить. А если является... Для этого надо определить... Ну так, да, там нужно определить. А, здесь еще еще показывать. А если это событие является для события юриспреденции, прокуратуры, это человек. Значит, он совершил такое, что уже его нужно судить, а это не роль президента. То есть, всегда можно, в зависимости от связи событий, какие события послужили, в каких условиях, в каких событиях это событие было условием, дает понять, что это, роль или президент, или человек. В какой роли она выступила, в качестве условия, объекта или субъекта. Да. Можно определять его, как человека, президента, или как еще что-то. Да. Ну вот вдаваться дальше, там уже подробности этого формата, описание, там все это есть, скажем, разделение. Это я написал программный поток, здесь нет времени, да, это как вот такая модель. А потом она проигрывается на предприятии, и в базу данных заносятся уже конкретные результаты. Здесь, скажем, выступает, подошел пассажир, а там уже номер его билета записывается, то есть все данные. А если что-то происходит одновременно? Вот. Это тоже очень интересно. Событий на антологии нам говорят, что нет одновременных событий. Нет. И в данном случае, с точки зрения прагматического описания, нам следует тоже признать, что у нас не должно быть одновременных событий. По какому признаку? Потому что, скажем, для кого-то, для кого-то, скажем, в отделе, есть несколько событий, которые шли последовательно, да, и он видит их раздельно. А для руководителя высшего звена это одно событие. Вот. Поэтому различать события, кого я раньше-позже, не имеет смысла. Если события действительно одновременно происходят, ну, скажем, вот там поступила на базу некая деталь, и там действительно произошло сразу пакет событий, целиком, да, вот все писали, все писали, они одновременно. Но нам без разницы, нам не нужно это. Кто из них раньше, человек позже запишет, без разницы, можно случайным образом записать. То есть вот цук неких событий, которые равнозначны для кого-то, они одновременные. Ну, это нужно прописывать в других условиях, если оно вступает где-то в качестве схода, то есть если оно, скажем так, если они все вместе, независимо, являются условием для другого события, они одновременные. Это вот и является признаком одновременности. А если они выступают по-разному, значит, они не одновременные. Но в любом случае нам нет необходимости вообще говорить об одновременности. То есть мы можем говорить, что они близко-близко-близко друг другу. То есть то, что мы назовем одновременно, они просто вот, ну, незехонько-незехонько. То есть, потому что, если мы ведем одновременность и ведем понятие, а что, зачем, мы запутаемся вот с этими условиями, с программированием. Есть условия, то есть есть некое условие, которое должны выполняться, и события выполняются при этих условиях. А одновременно, не одновременно, вот важна сама связка субъекта, объекта и условий. Вот. Совершилось и все. А причины цепочки как? Так вот, причины цепочки выстраиваются. Но она как пытается, если вдруг по это следствие окажется раньше причиной? А-а-а, в принципе, если такое будет возникать, значит, ну, во-первых, это признак для того, что, значит, какое-то нарушение, то есть это все контролируется, то есть есть прогон этого потока, модельный, да, я прогоняю, вдруг смотрю, сбой там, действительно, не стыкуется, в цикл что-то зашло, значит, сразу видно, что действительно какие-то причины, я правлю. То есть это, как бы отладка идет возможная. То есть есть упорядочность событий? Порядочность идет через условия. То есть если я говорю, что должны выполниться условия, то они явно были раньше. Скремия является как бы такой неявной переменной, которая входит в параметры. В события. То есть параметры, в события, оно такое вот антологически насыщенное получается событие. То есть оно задает, кто, с чем делает и при каких условиях. и это при этом происходит связка унификация, релятивизм, уровневость, то есть взгляд. Но самое главное, есть конечно унификация. Вот. И простота модификации. Потому что эта система очень легко модифицируется. То есть там не нужно ничего, вот в современных бизнес-описаниях ты должен залезть в схему, перерисовать ее, как-то там еще что-то. А здесь бросить новые события. Вопросы есть? Или можно заканчивать, что в принципе здесь больше. Самое интересное здесь именно то, что вот послужило толчком сугубо философская книга. А выводы из вашего сообщения и практическое применение? Выводы, что сейчас это на уровне начала научно-исследовательских разработок, финансируемых и в конечном итоге должна получиться программный продукт, который будет внедряться на предприятиях. Вот такие выводы. А это максимально хорошие выводы. Может это не получится. Минимально хорошие выводы, что удалось каким-то образом посмотреть на предприятие еще с одной точки зрения, событийной. и даже, скажем, люди, которые просто вот используют уже сейчас в своей работе, то есть я вот знакомый человек, который уже использует без программирования и дел в своей работе. Это как настраивать мозги немножко по-другому смотреть на организацию бизнеса. Это как бы средний такой вариант, а совсем маленький вариант он уже свершился. То, что забавный случай, что сугубо философские какие-то идеи смогли заинтересовать бизнес-структуры. Это уже само по себе уже результат. Здесь можно сделать вывод, что эти идеи были не философскими сугубо просто. Да, да, да. То есть в конечном итоге, когда я вот к этому пришел, то есть когда мне обращались, говорят, ну, ребята, философии там никаких. Но другое здесь, скажем так, что вот эти иерархи темпоральных систем, темпоральный подход, он возник как следствие решения философских проблем. То есть решались философские проблемы, я ставил философские проблемы, а это как бы получился какой-то побочный продукт. Еще было даже с первой книжки ко мне дама какая-то писала, я занимаюсь обустройством библиотеки, устройствами библиотеки, то есть систематизация и все, и вот ваши идеи, которые написаны в книге, я даже статью написал, диссертацию собираюсь защищать, вот, я говорю, как же, какое-то там где-то, вот, ты вот увидела. это не философия, это не философия, то есть вот это не философия, хотя переход от вечного взгляда к событийному взгляду, переход от мышления вещами, объектами, к мышлению к событиям, потому что важно, действительно важно всегда события. только. Ну это же Венгельштейн первый предложил, что мир это не мир вещей, а мир это мир событий, фактов, у меня даже события есть, в одном переводе, в раннем, в предыдущем переводе, в современном, в современном, даже события есть, но у Венгельштейна ее не развил, нет, он ее не развил раз, а во-вторых, он касался языка и логики, а Рассел говорил, что материя это некая форма представления событий, и разум некая форма представления событий, То есть Рассел предложил кардинальную событийную антологию, но он тоже ее не развил. Это только на уровне интуиции у него было. А здесь как бы событийная антология на уровне совершенно... Практического применения. Да, то есть именно все события, только события. Нам важны только события и отношения между событиями. Все остальное мы получим из этого потока. И действительно, если задуматься, что все, что важно нам для предприятия... Ну вообще-то и жизнь может также, да? Так нет, и жизнь. То есть, по сути, если мы говорим о человеке, о человеке, да, что он из себя представляет? Это все события, которые с ним произошли. То есть, если вот мы возьмем событийный ряд, это с одной стороны. С другой стороны, как нам позиционировать человека в жизни? Как нам определить человека, одного другого отличить? Можно предпитаться характеристики, предикаты ему какими-то приписывать. Умный, блондин, глаза там голубые, да, умеет кто-то. А можно описать, в какие событийные процессы он вписан. То есть, вписанность в те или иные событийные процессы полностью описывает человека. Потом следующее. Участие в этом событийном процессе человека тоже полностью описывается. То есть, либо я выполняю случайные события. Ну скажем, вот есть событие, закрутить гайку. Это событие может выполнить любой человек. И смена исполнителя. То есть, если ты выполняешь это событие, значит, это твоя роль в этом процессе. А есть руководители предприятия, или, так скажем, разначальник научной школы, который... Эта деятельность, это он и есть сам. Это его жизнь. И даже он умирает, и он продолжает жить вот в этом процессе. То есть, вот роль выполнения... То есть, нам событийный анализ дает очень много... Он может рассказать о месте человека. Человека в жизни, то есть, о его уровне, о его взаимосвязях, в какие процессы он вписан, и в каком виде. И опять же, дает нам некий реликтивизм. По данному вечным подходам мы пытаемся описать, вот человек у нас есть. Мы пытаемся все переписать максимальное ему количество предикатов и описать. При событийном подходе мы понимаем, что в семье это нечто одно, в этом потоке событий. На предприятии это третье, в клубе это четвертое. И соединения вот этих вот потоков, они могут быть даже совершенно случайными, и не пересекающимися. И вот идентичность личности может быть даже и не быть. То есть, может быть, просто здесь у него имеется три личности. Или есть личности. Вот совмещение, где это я, оно может его и не быть единичного. То есть, оно дает вот событийный подход, на многие философские и психологические проблемы может дать ответ. Вы знаете, еще как бы савтра ведь говорили, что человек есть его история. Да, 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 да. Но здесь на самом низшем уровне. И история как... То есть... История его жизни, скажем так. А еще на самом деле то, что любопытно, что вот Гейдинг пытался совместить два подхода, если так и задумывался, да, что он хотел как бы и вечный подход оставить, и туда как-то не берить, туда как-то временно процессуальность, да. Но у него как-то все-таки в итоге получилась чистая логика, то есть вечный подход разобладал. Да. Берцон хотел... Потом, на самом деле, если бы Хайдеггер, Хайдеггер, бытие и время, да? Тоже пытался. По сути, событийная антология, он использовал этот термин Хайдеггер, после него тоже были попытки, но на уровне, опять же, социальном, экзоциональном, но не на уровне антологии, то есть нижнего уровня, нижней антологии. Вот. Как у Рассова. То есть все, на самом деле, отмечают, что ты тот подход древний, а античный, и все, да, то есть как раз время вообще иллюминировано полностью, да, античный мир, он статичный. То вот, что вот, как бы, у него чего-то недоставало, и вот когда обнаружили, что недоставало времени, как бы пытались туда инкорпорировать, оставить все здание красивое и стройное. Подход к этике... Это Гегель, на самом деле. Вот он пытался время инкорпорировать, а ничего не разрушил, так сказать. Подход к этике, к эстетике возможен через события. Мне подход тоже важно события. Не описание человека, а вот события и условия. которые он нарушает. То есть вписанность, последовательность событий каких-то. Это тоже другой взгляд на человека и на его... Ну, это прямая критика, на самом деле, эстетики на Гавикс. Если так вдуматься, там, я дали посмотреть. Ну, может быть, да. Да, прямая критика. И вообще, как бы, я говорю, что попытка инкорпорировать время простым способом, сохранить все здания не удается, и действительно приходится здание разрушить. Да. Аналитическая философия, начиная с Эдгельштейна, она ведь так и сговорила, что философия вся встарая, она занималась псевдопроблемой. То есть фактически разрушали одни здания, и предлагали другую антологию, которую тоже не сумели построить. Фактически они как бы так и остались. Так и застряли в анализе языка, и они ничего не смогли прогонуться. Теперь вопрос состоит в том, что можно ли вообще построить временную антологию, помимо, вот и что вы говорите, на самом деле, оно еще как бы держится на уровне здравого смысла. А философия всегда хотела сделать шаг дальше. Что-то сказать, что-то такое, что как бы не укладывалось в здравый смысл. Можно ли это сделать? Нет, ну, если развивать событийную антологию досконально, не на уровне вот этого, а на уровне философии, там нарушается здравый смысл очень сильно, конечно. То есть, в частности, у меня вот будет опубликовано, скоро опубликую статья, то есть это проблема неточности сейчас. Ну, я затрагиваю то, что вот наше сейчас, оно является дырой антологической, которая нам не дана, но и это сейчас очень разное для разных объектов. То есть это некий масштаб. Ну, в принципе, даже и в бизнес-приложениях это вскроется, потому что то сейчас, которое для инженера и для рабочего, и для директора, оно разное. Оно разное сейчас, но не хронально, а вот то объем событий, которым он апеллирует, которым он обозревает. То есть это разное сейчас. И, в принципе, может быть даже непонимание, что разные уровни иерархии организма живут в разных временах, это не позволяет оптимизировать. В принципе, в организме так и есть, что мы должны понимать, что время клетки, существование клетки, оно существует совершенно в другом времени, чем время, скажем, коммуникации органов, органов, и жизнь человека психическая, это разные совершенно времена и разные сейчас. Да, но просто не получится ли так, что, как я бы однажды говорил, что эффект темпоральности будет ничего иного, как эффектом просто измерения разных времен? Как проявление, но не как основа онтологическая. В т.р. онтологии нет времени вообще. Оно продуцируется вместе с пространством. То есть есть поток событий, а пространство и время – это производные от внедрения субъекта. Да, правильно. Каждый субъект вносит свое время и соотношение этих времен. Дело в том, что, вот если даже на уровне предприятия наберем, вот есть общий поток событийный предприятия, субъект не внешний, он не вне этого потока, он элемент этого потока. И поэтому у него нет никакого времени, которое он вносит. Можно говорить так, что предприятие – это субъект, но в него одно время. Директор – это как бы тоже субъект, внутри этого субъекта, не другое время. У рабочего – это как бы третье время. Но они все редуцируются к единому потоку. Да, они все редуцируются. Но это не собственные. А на самом деле… Нет, и не без потерь. То есть они все… То есть, скажем так, все это можно писать на нижнем уровне, именно на событийном уровне. И время вот там. А это всего лишь некие проекции. То есть они антологически не самостоятельные. То есть это можно было бы… Не окажется ли так, что это разные времена, если бы каждый из этих времен был антологически самостоятельный. А оно не антологически самостоятельное. Оно существует только благодаря тому, что есть вот этот вот распределенный поток со событий. Потому что вы стремитесь к тому, чтобы мир все-таки был унифицирован и сведен к чему-то, как вы говорите, там событийный поток. А можно говорить, что мир регионирован в том смысле, что даже и время в разных регионах течет по-разному. То есть разное время. Если мы выделяем регионы, Они в разные времена, когда мы их пытаемся соотнести, возникают всякие эффекты, как вы говорите, неточечность. Потому что точечность у одного будет, а события будет против другого. Кстати, есть еще некоторое пересечение, я так до сих пор не рассказал про обратную логику. Вот в этой схеме она действительно основана на некотором моменте обратной логики. То есть если в прямой логике мы сначала определяем причину, а потом следствие, что впоследствии, то здесь событие обращено всегда в прошлое. В смысле, ну да, то есть логика как бы от события к предыдущим событиям. Она ждет, что произойдет. То есть смысл не определить как причина, а стать следствием. То есть следствие является как бы первоосновой, а не причина. Но это есть такое же понятие, целевая причина. Да, 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 целевая причина. Она же есть как цель, но достигнет ли ее этот процесс или нет, неизвестно. Да, и здесь тоже неизвестно. Но в ожидании, то есть каждое событие находится в ожидании, оно потенциально в будущем уже есть, и в ожидании свершится оно не свершится. Решается вот именно проблема программирования всех этих условий ИВ, всех этих логических операторов, которые нужно прописывать. Здесь это решается, потому что в потенции все события уже прописаны, есть как бы многомировое распределение в будущем, и одна из цепочек реализуется через поток событий, которые через эти условия, которые... Какое следующее событие определяется, что у него записано в условиях. Свершилось, свершилось. Сразу два, свершилось, два, три, вот мир складывается в будущем. Но как бы потенциально он весь описан. То есть, знаете, какая проблема существует? Полноты событий, полноты условий, точнее. Ну да, да, конечно. И же эту полноту условий надо внести в программу, извини. Потому что классическое описание подразумевает, что можно начальные условия задать, а дальше из начальных условий все остальное. Поэтому здесь вопрос идет точности интервьюирования при получении событий, либо хороших парсинга деятельности. То есть, когда сидят люди, работают, если это действительно офисное предприятие, у них все за компьютером, то каждое их действие специальный агент следит, записывает каждое действие, фиксирует. Ну и потом все равно руками придется условия согласовывать. Но если это согласовано, то в дальнейшем это будет уже получаться внесение гораздо проще, чем принятие каких-то управленческих решений. Гораздо проще, если это у нас формальная схема. Да, и стоит именно еще раз подчеркнуть, что в данном описании нет запнутой логики. То есть, мы обычно что подразумеваем под моделью? Некое логически строгое описание, математически логичное. Здесь, вот в этой модели, нет логики как таковой. Она плавающая такая. То есть, она работает, но как мы... Вот нет единого. Вот как зададим некий уровень, мы схему построим. Вот как она вот сейчас, в данный момент, она сработала вот так. А обычная модель пытается построить, ну как механизм. Паровоз построил, и он всегда работает вот так. А в организме она может и так, и сяк. Поэтому в организме нельзя построить и одну модель. Нет, модель организма – это нонсенс. То есть, по своей сути, вот модель организма – это нонсенс. Почему? Просто это, наверное, может, много моделей? Каждая модель не является моделью организма. Много моделей можно сделать. То есть, сколько можно сделать с моделью паровоза? Одну. И она будет... И любая другая модель паровоза ничего не добавит. А вот моделей организма много. Каждая будет отражать что-то. Потому что организм... Да, конечно, 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 конечно. Конечно, конечно. Так и в этом-то и речь. Но поэтому нам нужно... Просто банальная такая задача. Если у нас есть организм, если мы можем только множество моделей, нам нужно найти какое-то нижнее описание, на котором совместить все эти модели. Вот нижнее описание, оно есть как раз событийное описание, оно оказывается наиболее релевантным, унифицированным и позволяющим взглянуть с разных сторон на этот поток. У меня фантастический рассказ возник. Да. Очень простая идея. Три ученых решили исследовать этот вопрос, который вы сегодня поставили. Ну и в одной точке зафиксировали камеры с камерами, там все снимали, на камерах поставили часы, все там свели едино и понеслось. И каждый ходил там со шлемом, на шлеме, на камеру, с камерой на шлеме. Они ходили там и должны были определить, что они будут в такое-то время встретиться в одной точке. Ну и в итоге они там через день встречаются, или там два-три, неважно, встречаются в одной точке. Дальше происходит следующее. Начинают отслеживать записи каждого. И получается парадоксальная вещь. Во-первых, асинхронность по времени. То есть у одного, ну там, двое из них, например, встречались и разговаривали в какое-то время. Но у одного это в одно время было, а у другого в другое. Потом начали смотреть, как же такое может происходить. Заметили еще один парадокс. Оказывается, что у одного последнее событие была одна причинно-следственная связь, а у другого эти события шли в обратном порядке. Если бы у этого шли, то тогда причинно-следственная связь бы не собралась. Но там все делалось. В итоге стали исследовать это и пришли, знаете, к какому выводу? Оказывается, поскольку время было уже запланировано, то есть в конце вот этого времени, оно было определяющим, как вы сказали, событием, которое провоцировало все остальные события по пути. И поскольку у каждого был путь другой, то и последовательность событий вынуждена была у каждого по времени и по всему складываться разное, иначе бы они не попали в одну точку. Ну, так вывод фантастический рассказ.